В медучреждение области начала поступать вакцина СОВИГРИП для профилактики гриппа. Сделать прививку можно, начиная с 1 сентября. В целом, вакцинация продлится до ноября. В планах за это время привить 40% населения. Задача важная. С учетом того, что в эпидсезоне 2016-2017 в нашем регионе подъем заболеваемости гриппом начался раньше обычного, уже в декабре. Были зафиксированы два пика подъема. В конце года, среди детей, а затем среди взрослых. Второй пик подъема заболеваемости пришелся на вторую и третью неделю. Это январь месяц 2017 года, когда превышение недельных эпидпорогов составляло у нас 35%. В этот период максимальное превышение недельных порогов у нас отмечалось на территории города Иваново, города Кинишмы, Шуя, Кохма, Приворский, Савинский и Шуйском районах. По данным Роспотребнадзора, среди заболевших гриппом не оказалось привитых людей, что свидетельствует об эффективности применяемой вакцины. Штаммовый состав меняется ежегодно в каждой вакцине. То есть и в данном случае штаммовый состав также был поменен, заменен. То есть с учетом того, что у нас в прошлом году циркулировал вирус гриппа АН3Н2, который тяжелые формы давал, это у нас гриппа Гонконг-Конг. Остановить эпидемию среди детей помог карантин. В образовательных учреждениях области были частично или полностью отменены занятия. В связи с этим профилактика в образовательных учреждениях особенно актуальна. Мы из года в год отмечаем с вами, что наряду с пропагандой есть антипропаганда, вакцинация. Поэтому нам необходимо сегодня вооружить все учреждения образования, системы образования вот такой вот памяткой, которая разъясняет населению о необходимости осуществления вакцинации. Ну и по крайней мере развеивает вот те мифы, которые сегодня из уст в уста передаются. Кроме того, разъяснительную работу проведут с родителями дошкольников, чтобы при первых признаках заболевания они не приводили ребенка в детский сад.